МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы все хотим быть первыми. Хотим только побеждать. Только победа. Только вперёд. Масло Манол и фильтры СКТ. Информация на сайте. 19 мая в Киеве на автодроме Чайка состоялся первый этап чемпионата Украины по дрифтингу Ukrainian Drift Championship 2013. Разлетевшаяся посредством всех возможных СМИ новость на самом деле имела двойное значение. На фоне открытия нового дрифт-сезона в Украине ключевым моментом было то, что впервые в этом году чемпионат по дрифтингу проходит под эгидой автомобильной федерации Украины. И это в корне изменило многое. Выход на новый уровень требовал иного подхода в организации и существенных корректировок технического регламента, вопросов безопасности, судейства. За этой дисциплиной большое будущее. На сегодняшний день, я не побоюсь этого слова, скорее всего, что самая модная дисциплина в федерации, которая привлекает очень много молодёжи, очень смотрибельна. О том, насколько именно привлекателен и смотрибелен дрифтинг в Украине на данный момент, наглядно дало понять количество зрителей первого этапа, болельщиков и фанатов дрифта. Зрительские трибуны были переполнены на автограф-сессии «Ажиотаж». Ты за кого болеешь? За Алексея Головна. А как ты считаешь, кто победит? Ну, Дмитрий Люк. По-любому, Люк. Может быть, кто-то ещё есть достойный, если закончили? Кринчук очень достойный претендент, конкурент очень серьёзный. В общем, будет интересно, много дыма, угла. И думаю, хочется увидеть стену, бетон, хотя бы раз. Мы, Чепа, Чепа, потом Люк, потом следующий Марченко, всё. Что нужно для победы? Для победы? Ну, я не знаю. Наверное, болеть хорошо за них. Вот и всё. Пока болельщики и фанаты строили предположения, дрифтеры готовились к гонкам в усиленном режиме. Серьёзные изменения в техническом регламенте в буквальном смысле заставили все дрифт-команды дорабатывать, а то и вовсе перестраивать свои боевые машины к сезону 2013 и менять экипировку. И хотя организаторами Федерации дрифтинга Украины о новых правилах игры было объявлено заранее, дремени, как известно, всегда не хватает. Мы вместе пытались просто запустить машину. В неё вечно вылазили какие-то косяки, то маслонасос сломается, то с электрикой проблемы. Мы наш автомобиль, это BMW, Е30 модели, переделали кардинально, оставив каркас, кузов и подвеску. Практика покажет. К сожалению, мотор сырой. Мы вчера об этом поняли. Боремся. Всю зиму, начиная с октября месяца, даже осенью-зиму, я строил резервный автомобиль с моей командой. Но майские праздники и прочие всякие различные моменты помешали нам закончить этот автомобиль. То есть сейчас, видите, одну машину только здесь. Этот автомобиль был, жизнь в него вдохнули за 10 дней. Судейские требования тоже возымели смещение акцентов. Основное из которых – оценивать мастерство участников в соответствии с международными правилами и стандартами. А всё для того, чтобы дрифт, цель юра президента Федерации дрифта Украины и главного судью соревнований, превратился в реальный настоящий спорт, на который приятно будет смотреть. Что касается состава участников, то из 30 зарегистрированных на первый этап пилоток участие приняли 16. Кто-то не успел подготовить свои автомобили, кто-то выбыл на этапе техкома, тренировок и квалификаций. Но те, кто остались в строю, обещали яркое шоу. Трасса «Чайки» с бетонными и железными отбойниками, перепадами рельефа, слепым поворотом и сумасшедшими скоростями, умноженными на по-летнему разогретый воздух, заставляла кипеть. Пилотов от усталости и подступающего волнения, трибуны от восторга. Кстати, волнение пилотов связано было не только и не столько со сложностью трассы, сколько с техническими моментами. По крайней мере, говоря, лучших из лучших. Из слов самих топ-пилотов чемпионата, практически все они боролись с поломками своих машин. И перед гонкой, и во время ее. Так, Виталий Гераченко, изначально планировавший стартовать сезон на новой машине, вынужден был по техническим причинам поехать на своей славно известной «Волге», которая в итоге тоже дала сбой. При всем этом, с учетом ошибок соперника по топ-16 Юрия Дрифтовского, Гераченко имел отличные шансы пройти в топ-8. И все же не сложилось. Внезапно спустившее колесо расставило все иначе. Давайте поприветствуем Виталия Гераченко! Да, Гераченко! Что это было? Разумка! Сам же Дрифтовский уже в топ-8 проигрывает чемпиону прошлого сезона Ukrainian Drift Championship Илюку Дмитрию. Порадовали красивым дрифтом в борьбе за выход в топ-4 Владимир Полариев и Владимир Марченко. Каждый из двух был хорош, продемонстрировав отличный угол и скорость. Это дверь и все! Это дверь и все! Но вылет Полариева на газон в первом заезде не перекрыла по очкам его же правильная постановка во втором. В итоге преимущество и топ-4 у Марченко. Я, конечно, не рассчитывал на такое событие, но есть над чем работать. Не удалось пройти дальше топ-8 на первом этапе чемпионата Украины по дрифтингу и Виталию Лютому. Участвовал Виталий на новом автомобиле. Был многообещающе хорош на тренировках и на квалификации, но по ходу самих соревнований в поединке с Александром Гринчуком новая техника в решающий момент подвела. Но, похоже, самая интригующая ситуация в топ-8 сложилась в поединке между Денисом Лисичонком и Алексеем Головня. В первом заезде Алексей допустил ошибку. После второго заезда напрашивался перезаезд. Но, по решению судей, лучший дрифт был все же у Алексея. Таким образом, Лисичонок остался в топ-8, Головня прошел в топ-4. Заезд с Алексеем Головня, Чепа. Я сам, если честно, не понял, что произошло, что получилось. Во втором заезде я не допустил ни одной ошибки. Когда я вернулся к судейской трибуне, я думал, что я победил этот заезд. Я услышал, что зрители хотели one more time. Я всегда за one more time. Я считаю, если пилот победил, то он должен победить второй раз. Ну, не должен, он может это сделать. Я не люблю случайные победы. Но судьи решили, что победил Леша. Итого, в четверку лучших первого этапа чемпионата Украины по дрифтингу вышли Александр Гринчук, Дмитрий Илюк, Владимир Марченко и Алексей Головня. Сейчас есть 4-5 пилотов, которые едут приблизительно на одном уровне. И уже зависит от того, насколько того или иного посетит пилота этот соревновательный мандраж. И, опять же, надежность техники. Первыми в топ-4 ехали Гринчук и Люк. Два сильнейших дрифтера страны на мощнейших суперподготовленных дрифткарах. И оба, с недостатком тренировок и техническими проблемами, противопоставили друг другу свои мастерства и тактику. Исход дуэли решила маленькая ошибка Гринчука на перекладке. Дмитрий Илюк победу одержал с небольшим преимуществом. Делать перезаезд не стали. Ну, а во втором полуфинале встретились Алексей Головня, Владимир Марченко. Притом, встреча состоялась в буквальном смысле и на сумасшедшей скорости. Короткая, но вполне конкретная встреча на постановке определила дальнейший расклад. У Марченко технический исход, Головня выходит в финал, а Гринчук, которому предстояло ехать за третье место с кем-то из этих двух, получает свою третью ступень на подиуме автоматически. Алексей Головня! Что касается финала, финал был реально красивым. Одессит Дмитрий Илюк и киевлянин Алексей Головня, будучи представителями одной команды, «Голубой огонек», продемонстрировали стабильность. Аналогично прошлому сезону сошлись в поединке за первое и второе место и порадовали всех скоростью, углом атаки, исполнением, стилем и спортивным накалом борьбы. Вердикт судей Дмитрий Илюк первое место. Ну, конечно, немного расстроился, то, что машина сломалась и финальный заезд, вот, как помню, в прошлом году мой проигрыш, да, был в финале тоже с Уликом, он мне принес реально позитив, потому что я ехал на всю, а проиграл, да, вот бывает такое. Там допустил ошибку, вот здесь на перекладке и проиграл, это было прикольно. А сейчас вот я проехал, ну, вот машина меня держала, она не давала, поэтому такой негатив немного получился. Ну, в общем, конечно, результатом круто получилось. Честно тебе сказать, я не спал четверо суток, готовя машину к соревнованиям. Я был в Луганске на Динотеху, Олега, мы настраивали машину, у нас до сих пор много проблем с ней. Выезд был под вопросом, поэтому ожидаемость победы, да, явно нет. Честно, все абсолютно как-то все на своих местах, ровно, то есть мне не важно, я первый или я второй, это уже не имеет такого никакого значения, потому что рядом такие девчонки. Вот таким был старт нового, дритв сезона в Украине и первый этап чемпионата Украины по дрифтингу 2013 при организации Федерации дрифта Украины под эгидой Федерации автоспорта Украины. Знаменательный день в автоспортивной жизни у страны и любителей дрифтинга. Радует повышенный уровень пилотов уже в этом году. Постановка намного раньше у всех, даже у новичков, так как они смотрят и на топ пилотов, им хочется быть такими же крутыми. Траектория меняется у пилотов, она становится более скоростная, в это же время пилоты перестают бояться отбойников и металлических, и тех, и хотят показывать шоу, делают киз-звол. Дрифт начинает реально похож на мировой дрифт. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова